Начинается еще одно мое маленькое путешествие Куда? Во Владивосток Я уже около аэропорта Осталось два часа до вылета Пойдем на регистрацию Я в аэропорту прошла регистрацию И уже купила себе водичку Кислород начнет поступать Плотно прижмите маску к носу и рту Закрепите Я прилетела Полетилась в хостел У меня номер на 10 человек Пока что я видела, что там несколько мужиков Больше никого Не знаю, посмотрим Сейчас я иду от хостела Крошету навстречу Он должен подъехать Я украла для него еду из самолета Вот Бедных студентов нужно кормить Ну это... В прошлом блоге мы были около фонтана, который не работал Теперь он здесь Теперь он здесь Мы купили сладкую вату Целый мешок О, она такая мягкая И очень сладкая А вата сладкая, очень сладкая Очень вкусная сладкая вата Покажет пожаловать в руки Сколько ни живи, в жизни не учишься О, всё Пришла Ой, всё Мы с Рашидом снова проще столовку, в которой уже были Мы с Рашидом идем на маяк Там очень красивый вид, там мост А вот там, где маленький Вон там Это маяк Идем туда Мы дошли Мы дошли Мы ходили на тротуаре Поймали и посмотрите, какой большой улог у нас сегодня С нашим рекламативом Пивом Очень много нашего рекламного пива Так как жаль, что Рашид не пьет Но на них у нас нет денег Третий день во Владивостоке Я проснулась Рашид заселился на кампус Сейчас я иду в столовку Покушаю и поеду к нему Мы должны были с Рашидом поехать в конец мира В предыдущем влоге есть об этом По итогу Мы просто в дыре какой-то Там дофига комбров Я не знаю, куда Рашид меня привел Но я нашла котиков Специально для Лены Мы нашли ее озеро Мы пришли к пороховому погребу Мы с Рашидом решили подзаработать денег на трассе Очень красивый вид, кстати Мы идем сюда Мы с Рашидом почти дошли до конца мира Вон там он находится Сейчас придем Идем по каменному ущелью Мы прошли к каменному ущелью А теперь нужно забраться по стене Нашли до конца мира Нашли до конца мира Чтобы не погребать А теперь с мира Вот он такой Ну и так все пропустился в автобус В мисле большого кузнечика Мы шли до остановки Полтора километра И за две минуты До остановки Автобус проехал мимо нас Теперь ждем другой А теперь ждем другой Разворот? На полгай Новый день Скоро поеду на кампус Кружита А потом Пришло пазать Со странного ракуса Снимаем обзор Попробуем амигири с лососем Очень сильно вкусно Ммм Супер Не очень Я бы поставила троечку Но рис вкусный Благодаря соусу Который там есть Вкусно Вкусно сочный Так сильно чувствуется Поэтому Посерединке Неплохо Вот так же мы сегодня Пьем Чай Со вкусом лимона Он достаточно вкусный По сравнению с липкином Наверное Битта мне нравится больше У него более приитренный вкус Больше похож на сок У него более приитренный вкус Больше похож на сок Улот номер два Амигири со сливочным крабом У меня упущил комар По вкусу напоминает салат с крабовыми палочками Достаточно вкусно Сейчас будет обзор на покупочки Все ради вас подписчики Сижу на сырой скамейке Первый лот Это у нас лимонад Который был во всех тиктоках Что-то пробуем его открыть Я хочу убрать эту штуку полностью Так Голос Который была салат Это достаточно вкусно. Похоже на колокольчик, но не такой сладкий, кажется. Дальше у нас обзор чипсиков со вкусом томата. Пахнет вкусно. Они очень вкусные. Чувствуется вкус томата, и он даже немного подслащивает. Дальше на обзоре у нас моти со вкусом зелёного чая. Пахнет чём-то знакомым, но я не могу понять. Они пресные очень. На этом наш обзор на сегодняшний день закончен. За ваше здоровье. До завтра. Сегодня мы пробуем кофе из кофеины на подогу старт. Столько рис. Я взяла горячий шоколад. Вот он был очень вкусным, сладким. Как я люблю. Всем приветики. Новый день, новые обзоры. Мы накупили целый пакет еды, но пробовать мы будем не всё. Часть я возьму домой, чтобы покормить домашних своих деток. Сегодня мы вспомним тринкету из детства. Дальше попробуем маршмеллоу с вкусом персика. Моти. Моти с виноградом. Вот эти вкусные штучки. Маршмеллоу. Это зефирки с начинкой. Это клубичное молоко из всех дарам. Самое интересное вот здесь находится. Это конфетки со вкусом кукурузы. Реально вкус кукурузы. И какая-то ещё всякая дичь, которую нужно обязательно попробовать в Владивостоке. Ну, будем регустрировать. Мы решили попробовать моти. Вот так вот они выглядят. Прошу. Благодарю. Ой. Я думал, там будет что-то типа белого крема. Желешко внутри очень похоже на, по вкусу, на сок виноградный. Прямо такого же вкуса. Вот. В целом неплохо. Ну. Плюс-минус. Мне предыдущие нравились больше, которые тебе не понравились. Со вкусом овсяной муки. У них вкуса больше. Вот это вот. Сейчас будем пробовать. Желе. Желе. Кусайте. Блин, желе особо вкусовыми качествами здесь не отличается. Ну. Вкусно. Ну. Со вкусом карамели? Это мороженка. Мороженка с апельсином. Вкусно. Лайк. Мороженка с клубникой. Мороженка с клубникой. То же самое. Какой-то бочонок. Очень тяжело жуется. Прилипает к зубам. Постарее чем-то. Прошу обратить внимание. Важно. Привет, Вера. Ммм. Нет, это невкусное. Какой-то у нее очень странный вкус. В общем, с клубникой не очень. С апельсинкой было вкусно. Блин, тут опять желе. Раскуснее. Пробуем желеную конфетку. С яблоком. Ну. Отчетливо чувствуется яблочный сок со вкусом. Но мне не очень нравится. По моему экспертному мнению, это самое вкусное из всего того, что мы сейчас... Ну, вот именно вот такие вот конфеты. Это самое вкусное было. Яблоко всегда здесь в таких вот всяких азиатских штуках вкуснее, чем любой другой кусок. Ну, на мой субъективный случай. Естественно. Мне не понравилось. Пробуем клубничку. Так, Юля кусает большую часть. Обязательно. Это не обговаривается. Это вкусно. Вкус клубники, как ни странно. Ну, химозный, конечно. Ну да. Это вкусно. Не знаю. Мне понравилось меньше, чем яблоко. Но больше всего... Нет, не это. Больше всего мне понравилось вот это. Апельсиновое. Хотя я не люблю апельсиновые штучки всякие. Переходим к вкусу детства. Тринкета. Да. А вы знали, что это открывается вот так? Ну, в теории так должно быть. Ну, я тоже откусывал. Я тоже откусывал, но я знал, что можно открывать еще вот так вот. Пойдем. Познавательное видео будет. Ну, вода со вкусом. Неплохо. Ну, как в детстве. Чисто, чтобы вспомнить детство, да. Типа горошек. Конфетки. Фокус где? Вот фокус. Конфетки с горошком. Да. Непонятно что, непонятно как, но что-то, как-то, с чем-то. Ой, прошу. Это горох. Он соленый. Он со специями. Там не конфеты. Слишком много специй для меня. Мне тоже не нравится. И вот так. Не советуем. Можно какое-нибудь блюдо добавить. Да. Но просто так есть. Супариков. Да. Ну, просто так есть, конечно, не вариант. Устала держать телефон. Дальше у нас идет конфетка с пиви. Дизлайк. Дизлайк. Мне не нравится. Она кокосовая, что ли? Не люблю кокос. Кокосовая. Не, 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 не вкусно. Не вкусно. Не ешьте. Приступаем к дегустации зефира с персиком. Должен быть вкусным. Сердежка. Я персик чувствую. О, вот так вот. Очень сильно чувствуется вкус персика. Ну, химозного, но да. Ну, тут все химозное, честно говоря. Оно ожидаемо. Никто на натуральность не претендует. Попробуем клубничное молоко. О, так, да, делают блогерки всякие. Бьюти-блогер, да. Да. У меня руки, конечно, не хватает. Ну, вот. В общем, пробуем клубничное молоко из всех дарам. Реально из всех дарам. Ну, гейстые, да. Ура! Немножко вкусно. Только они там пьют вот прямо из таких дарамок. Пьют вот прямо из таких баночек. Они их так протыкают и все. И пьют. У нас же... Вот и познавательный контент подъехал. Нифига там по центру дыречек. Или эстетики типа? Это вкусно. Это похоже на чудо, но вкуснее, чем чудо. Молоко так сильно не чувствуется. Чувствуется вкус клубники. А по-моему чудо один в один. То же самое. Нет, я уже пробовала такой зимой. И мы дегустировали это и чудо пробовали. Это вкусное. Пришло время самого вкусного. Вот этих зефирок. Самые вкусные зефирки в вашей жизни. Не считая... Нет, не зефирки. Маршмелл самый вкусный. Самые вкусные зефирки это шармель в шоколаде. Пропагандирую. Прошу. Они очень мягкие. И у них жилейка внутри. Как эти всякие тарты с лимоном бывают? Вот типа один в один. Очень вкусно. Но мне кажется, с виноградом я бы прям кайфанул. Мне тоже кажется. Но в магазине были последние пачки. Только с лимоном. Поэтому жили. Мой вердикт. Вот это самое вкусное, что мы сегодня ели. Но сейчас, возможно, мнение Юли... А, скажи, что для тебя самое вкусное? Для меня самое вкусное... Как ни странно, вот это. Возможно, сейчас мнение Юли изменится. Это конфетка со вкусом кукурузы. Я ее уже пробовал. Естественно. Мне страшно. Внимание на ее лицо. Я... Чистый вкус вареной кукурузы. Я не знаю, нравится мне или нет. Это вроде неплохо, но очень странно. Короче, сегодня мы обедали в корейском ресторане. Прикрепляю видео, что мы там ели. Вот, было все очень и очень вкусно. Там сзади кто-то прыгает. Сейчас мы сходили в грузинский ресторан. Сейчас вы увидите блюда из лучшего грузинского ресторана в вашей жизни. Это без шуток. Это самый вкусный качапури. Макс Бранд приезжал в Владивосток и так и сказал, что вкуснее он нигде не пробовал. А Макс Бранд фудблогер. Это тамильно. Там типа курочка в сливочном соусе. И это все запекается с тестом наверху. Потом тесто разрезается. И получается очень вкусное блюдо. Это вкусный лимонад. А еще был салат, которого больше нет. Потому что мы вовремя ничего не сняли. И хачапури тут тоже поедается потихонечку. Самый вкусный хачапури. Без шуток. Составлю 5 звезд. Грузинскому ресторану. И 4,5 звезды. Курейскому. Сейчас 5.20. Я выезжаю из хостела. В моем билете написано то, что меня не будут кормить. Поэтому я хочу сходить в магазин и купить еду. Вот. Также в моих планах шампунь, который я спрячу для Рашида. Прямо вот за этим столбом. Просто положу за столбом. Что поняла? Нашел. Думаю, что его никто не заберет. Посмотрим. Я вышла из комнаты. Сдала ее. И там была девушка. Женщина. Она спросила, вы в аэропорт? И такая, да. Ну, хочется сначала сходить в магазин. Короче, она едет в аэропорт, и я могла сэкономить где-то 500 рублей. Ну, если бы мы поехали вместе. Но, я боюсь, что меня не будут кормить, поэтому иду в магазин. просьба некоторых подписчиков, чтобы Вера смогла вернуться в 1-8 в город. Мы оставим ее частичку здесь. В 8-й вверх. И вот, и на 2-й на улице. Очень грустная новость. Сам Вера не работает, и Мак тоже. Оказывается, они до 12, а с 5 до 6 у Мака технический перерыв, поэтому я стою без еды. Но, может быть, куплю что-то в аэропорту. Я приехала в аэропорт. Еще 2 часа до вылета. Почти. Все, уже рабочих услышки. Я приехала в аэропорту. И здесь это стоит всего 10 рублей. Ну, каждый день. Мой вердикт. А вот это звездо-стюблю. Она немножко суховата. Потому что она со стороны не такая нежная. И вкус начинки очень чувствуется. Дышно? Вкусно. Мне понравилось. Она более нежная и красивенькая начинка. Я пролетела в ЕКБ, но, скорее всего, на этом влог не закончится. Будут еще обзорчики на разную еду. Здравствуйте, уважаемые подписочники. Сегодня наша регустация продолжится. С такой шишки. Со вкусом лимона. Вот так. начинка из лимона вкусная. Я просто маршмеллоу не очень люблю. Вот так. А мне очень нравится маршмеллоу. Они очень мягкие. Да. Нет. Любителям маршмеллоу маршмеллоу. Ладно. Короче, зайдет. Теперь вот эти штучки. Это виноград? Да. Не оливки, конечно. Это моти. Как тебе? У меня в прошлый раз такие же ощущения были, как будто ты ешь слизняка. Ну, такого чуть-чуть сладенького. Ну, хотя они, может, такие есть? Слизняки? Нет. И вот, когда я представляю себе слизняка, короче, любую жидность, которая мне не нравится, я представляю, как я ее ем. Особенно, знаешь, когда я вчера на даче яблоки собирала, и там некоторых яблок были слизняки. И у меня просто сразу рефлекс представить, как я его откусываю, этот слизняк во рту. Вот, кажется, вот так же. Зефирки. Типа маршмеллоу. Будем пробовать или нет? давай. Это нам. Вам от нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я прям чувствую персик такой сочный. Да. Вот эти вкусные. Следующие эмоции. На них еще обзора у нас не было. Ладно, сейчас угадаем. Блин, как это булка. Вкусно они, как это будет. Они как будто с какой-то арахисовой пастой. Или шоколадом. Короче, что-то не ягодное и не фруктовое. Да. Да, кстати, ну, терпимо. Да есть можно. Сняла половину. Да есть половину можно. Блин, я хочу почти челлено. Паста тару. Бобовая паста. Что? Будем пробовать с голубикой? Давай. это вкусно. Мне нравится, что у них вкус такой, прям чувствуется как будто ягодки там. Вкусная начинка. Короче, какой-то нехимодный вкус. Не сама текстура маршмелла не нравится. Не знаю, почему. Еще есть вот такие эмоции. Я пробовала, мне не понравилось. То есть ты не доешь, да? Я не доем. пахнет алоэ. Не понимаю. Не понимаешь, нравится или нет? Ну, я бы такое не повторила, конечно. Не, ринь, с вкусом какого-то цветка. Алоэ. Говорю же. У него, кстати, структура не как у Морти. Да. Вот это мне нравится, а вкус не очень. Теперь у нас будет дегустировать горох. Тебе понравилось? Нет. Любитель гороха. Я две упаковки купила, потому что надеялась, что это вкусно. пахнет кормом. Это реально горох? Да, мне кажется, горох. Как тебе? Ну, такое. Я беру еще одно. Нет, такое люблю больше, чем моти. Фу, вообще, мне не понравилось салут. Но пахнет реально кормом. Давайте теперь разбавим напиточками. Да, вот так вот. с утра с вашим проблем клубничное молоко, теперь банановое. Прикольно. Вкусно. Чувствуется банан, как ни странно. Ну, кстати, такой вот, короче, какой-то молочный коктейль есть. вот прям вкус очень-очень похож. Он не притерно-сладкий, вообще, вкусный. Да, 10 из 10. Дальше чипсики. Очень вкусные чипсики. Я даже не знаю. Очень вкусно. Вкусно? Очень вкусные чипсы. Они как будто с паприкой, немного сластят. Вкусно. 10 из 10. Тут миллион из 10. Ну, ребятки, я не знаю, что это. Я думаю, что это очень острое. На русском ничего нет. На русском ни слова. Пахнет чем-то похожее на мясо. или на сону какую-то. Соевое, да, Саша. На соне. Это очень острое. Нет, в принципе, как бы не сильно острое, но после того, что мы пробуем, будем. Очень сильный вкус перца. кудру-то. Вырисуй его штучку. Хочу прочитать. Сесть. Да ешь. Я зачем-то все засуну. Я не буду ее. Хочу плакать. Думаю, что это тоже очень острое. Я не знаю, что это. опять же на печень на палочках. Я думаю, что это тоже очень и очень острое. Даже раком пахнет. Давай. Погнали, сюда. Так с тобой выглядит. Давай. Тоже вкус соль. не вкус такой от которого хочется плевать. Она со вкусом доширака. Только очень острое. Короче, вкус пережеванного дошика. Смотря как будто дошик пожевали, выплюнули, сделали кубики и на палочках острое. Увелийная конфетка. Вкусно? Да, вкусное железо. Зеленое. Вкусно. Вкусные ягоды. Прям сразу чувствуется. Она осталась самая классная. вкусно? Не со вкусом кукурузы, я надеюсь. Специфично. Со вкусом кукурузы. Серьезно? Нет, ты не шутишь. Не шучу. Чем пахнет кукурузой? А как? То есть мармелад со вкусом кукурузы? Кукуруза! Нравится? Это воню соответствие текстуры и вкуса. Скорее нет, чем да? В общем, самое вкусное. Мы все попробуем? Да. На первое место я ставлю чипсы. На второе место это коктейль. На третье те зефирки с персика. Хотя эта штучка тоже была вкусная. Четвертая произойдет из-за того, что на маленький отрок. На этом наш обзор заканчивается. Мы идем вместе. Что говорить-то? Ну хуй. Мама оценит. Ой. Здравствуйте. Начнем с обзора корейской еды. Доп-вставка. Еда не только корейская, а еще китайская. Нет, не так. Китайская и японская. Короче, азиатская. Вот. Мы уже все попробовали, поэтому это будет быстро, без чуваканий, мавканий и тому подобное. Чипсы. Юля сказала, что это лучшие чипсы в ее жизни. Хрей. Они просто сладковатые, не люблю сладко. Еще они из этого. Из картофеля, который сначала измельчили, а потом снова собрали в чипсину. Не люблю такое. Конфета должна была быть со вкусом киви. На самом деле она была, как и все вот это остальное безвкусный. Но пахло киви. Юля утверждает, что это было на вкус как кокос. Нет. Какая-то вкусная конфета желейная. Она была реально вкусной. Из всего, что здесь есть, наверное, попадает в топ-2. Это зефирки. Обычные зефирки со вкусом персика. Когда я их только увидела, я засунула целую кучу себе в рот, поэтому не поняла, что они со вкусом персика, а потом только распробовала на следующий день. Вкусно. Эту вещь, короче, здесь все на китайском, вроде бы. И в какой-то момент я говорю, а как это хранить? Потому что, да нет, вот пакет. Вот это покрылось плесенью. Кстати, это очень остро и невкусно. Это просто невкусно. Это все соя. Поэтому Юля такая, я говорю, может быть, кто-то знает китайский? И она такая, точно, у меня же есть сестра, которая знает китайский, она жила в Китае, преподавала там русский. Преподавала там русский. Сейчас у нее спросим. Сначала 15 лет искала у своей мамы в друзьях. По итогу оказалось, что ее сестра не знает русский, ой, русский говорю, китайский, при том, что она жила в Китае. Но она говорит, воспользуйтесь гугл-переводчиком по картинке. Она думает, мы это не сделали, мы это в первоначале сделали. И так вот, правило хранения этой штуки. После полудня, во время взрыва. Понятно? Именно так и нужно хранить. Гугл-переводчик, спасибо. Кстати, вот эта штука не острая, даже нормальная. С пьем вообще хорошо будет. Лимонные зефирки мы все съели. Были еще, какие? Ягодные? С голубикой. С голубикой. С голубикой мне больше всего понравились. Лимонные тоже прикольные. Это должно было достаться Артему, а досталось мне Losers. Вот. Тоже вкусно, но все равно с голубикой мне больше всего понравилось. Кстати, это входит в топ-2. Одна из вкуснейших вещей. Что тут осталось? Мочи. Безвкусные. Абсолютно. Вообще, даже джем внутри. Кстати, его примерно в раза в 4 меньше там. А белые штуки раза в 3 больше. Эту. Вы можете подумать, они все съели, значит, это, наверное, было вкусно. Нет, это тоже безвкусно, просто чуточку поменьше. О, это тоже мочи. Но оно на вкус как... Оно не безвкусное. Внутри вот эта вот начинка, она как пюре. Не знаю, как будто вот манку с чем-то смешали. Непонятная очень. Короче, какая-то фигня непонятная. Очень-очень странный вкус. Просто максимально странный. О! Любимая, любимая Юлина вещь это горох. Она подумала, я же люблю свежий горох. Наверное, это тоже будет вкусно. Нет, это очень странно. Во влоге это будет третий раз. Третий раз, когда это говорится, что ты любишь горох. Что ты любишь горох. Убила две пачки. Потому что, вообще-то вкусно. Да, это невкусно. Нет, это просто, нет, если, наверное, куда-нибудь добавить, будет прикольно. Но просто сидеть, хомячить, как-то, ну, далее. Штука, которая очень выглядит подозрительно, как будто, знаете, просто гашиш запихали в пакетик. Так. Или как он там называется? На свай? Не знаю, что там за губу закладывают. Вот, выглядит вот так вот. Вот отсюда. Так вот. На вкус то же самое. Безвкусно, как и все остальное. Просто это мягонько, а это не мягонько вообще. Очень тянется. Трудно прокусить. Далее. Конфета кукурузина. Близи. Ой. Вот так вот так вот. Что-то сфокусировалось. Я же видеоблогер. Оно должно быть реально как кукуруза. И на вкус она реально как кукуруза. Просто взяли кукурузу и засунули вот в эту маленькую конфету. А еще она такая очень желейная. Такая прям, не знаю, знаешь, как будто бы сделали сок из кукурузы, смешали его с желатином и получилось вот это. Так что это очень странная штука, но интересная. Такая вот прикольная. Все? На этом все? Попрощайся с подписчиками. Все, это было достаточно быстро, хотя, не знаю, блядь, шесть минут ушло на это. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.